Привет всем, с вами Алекс, и сегодня мы продолжаем изучать мир и захватывать Python на сайте PythonTutor. Занятие 10, тема множество, задача угадай число. Вторая серия. Если вы чудом пропустили прошлый выпуск, его стоит обязательно пересмотреть, так как данная задачка является логическим продолжением предыдущей. Условия задачи вы видите на экране, поэтому зачитывать его не буду и перейдем сразу к решению. Первым делом считаем количество школьников и сохраним в переменную n. n int input. Заведем пустой список. В этом списке будем хранить и накапливать языки одного ученика. Language. Пустой список. После чего запустим цикл, пробегающий значение от 0 до n. Переменную пробегающие значения в цикле обозначим нижним подчеркиванием. Тем самым явно укажем, что непосредственно с этой переменной мы работать не будем. Так часто поступают при написании кода для облегчения его чтения. Во внутреннем цикле будем спрашивать количество языков у данного ученика. Тем самым запуская внутренний цикл, где построчно получаем каждый язык. k int input. В строке buff set мы заводим новое множество при каждой итерации внешнего цикла, обнуляя это множество. Оно выполняет функции буфера для накопления языков у одного ученика. buff set, for нижнее подчеркивание и на range k. Новые языки добавляем в буферное множество команды add. После чего все введенные языки добавляем в список language с помощью команды append buff. buff add input language append buff. Так мы пробегаем шаг за шагом, спрашивая всех учеников, пока не завершится внешний цикл. После выхода из цикла мы создаем множество уникальных языков. В переменной unic, где на вход функции union поступает множество аргументов распаковки списка. Аргументы получаем с помощью оператора звездочка. Unic равняется set union звездочка language. Аналогично находим пересечение множеств, то есть язык, изучаемый всеми учениками. С помощью функции intersection звездочка language. intersect set intersection звездочка language. После чего формируем вывод на печать. Стоит заметить, что функция sorted здесь сортирует список по алфавиту. Или как говорят лексика, графическом порядке. Это еще не все задачи, о которых я бы хотел вам рассказать. Их еще целая куча. Если вам интересна данная тема, просто поставьте лайк и новая часть выйдет мгновенно. И не забывайте, что вы можете предложить действительно интересные темы для видео, до которых я бы не додумался. Так что не упускайте свой шанс, предлагайте темы в комментариях. И спасибо за просмотр данного видео. Пока.